Министр обороны США Лой Тостин заявил в Киеве, что ни одна третья страна не имеет права на вето на вступление Украины в НАТО. Он также призвал Российскую Федерацию прекратить войну на Донбассе и остановить кибератаки против союзников. Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, в праве решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить. Сказал Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном во вторник в Киеве. Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию прекратить войну на Донбассе, остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и их союзников и партнеров. Остин и Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ. Остин отметил, что с 2014 года США выделили более 2,5 миллиардов долларов для Вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности страны и защиты ее территориальных вод. Мы оказываем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку, сказал Остин. Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО – это наихудший сценарий для России. В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении нашей страны в НАТО. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.